МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Андрей, мне очень необычно видеть вас на нашем турнире. Я так понимаю, что, наверное, вы все-таки стали увлекаться бодибилдингом? Нет, ну, я всегда хожу на Олимпию, которая проходит в Москве. Во-первых, потому что можно видеть людей из всего мира, плюс видеть каких-то знакомых, ну, и огромное количество ребят из лоулк-класса, куда я хожу заниматься, участвуют. А вы согласны, что все-таки бодибилдинг – это самый массовый вид спорта сейчас? Ну, я бы сказал, менфизик, наверное, более массовый, потому что, конечно, там на России такую массу, как у вас, я с точки зрения, я с подковыркой спросил этот вопрос. Бодибилдинг – это строительство тела. Мы же все занимаемся строительством тела, не только менфизик. Просто... Ну, менфизик, он более легкий в строительстве, потому что ты работаешь над верхней частью. Хорошо. А если мы говорим про игровые виды спорта, те ребята, которые приходят в спортзал, они тоже же строят свое тело? Они же тоже занимаются строительством тела, а тем самым бодибилдингом. Ну, они не выходят в трусах на сцену, чтобы их оценили 25 членов жюри и пошли домой после этого. Я просто к чему? Я сейчас веду людей к тому, что все-таки культура бодибилдинга, она очень обширная, в общем, масштабная. Очень много всяких номинаций появилось, которые, в принципе, привлекают людей. И сейчас культура внедрения именно здорового образа жизни, она становится более обширной. Вот я к чему просто. Нет, нет, если говорить про здоровый образ жизни, то, конечно, это самая массовая история, которая сейчас популярная. И все думают о том, как хорошо выглядеть, не только когда тебе 19. Ну да, да, да. Ну, а говорить все-таки про этот вид спорта, он, конечно, самый субъективный, потому что нет критериев, потому что почему первое место выглядит лучше, чем второе или третье. А вы на бикини останетесь? Я останусь еще на 40 минут. У меня просто самолет в Японию, поэтому я прямо с чемоданом заехал посмотреть. Очень жал. Продолжение следует...